Продолжаем наша лекция. Мы поговорили в прошлый раз об одиночных черных дырах и теперь нам нужно переходить к черным дырам в двойных системах, то есть мы будем говорить о черных дырах звездных масс. Но это будет в следующей лекции, она целиком будет посвящена этому типу объектов. Сегодня мы начнем вообще говорить про рентгеновские двойные и вначале, скажем, общие вещи. Немножко поговорим в том числе и о системах с нейтронными звездами, не только с черными дырами. Итак, рентгеновская астрономия, как вы знаете, началась в 62-м году с запуском первых детекторов на борту ракет, то есть ракета летела по баллистической траектории, спутники научные с астрофизической аппаратурой на борту тогда еще не работали. И одним из первых обнаруженных источников была рентгеновская двойная, как потом выяснилось, источник Скорпион Х1. Позже удалось показать, что это система с нейтронной звездой, но существенно для нас, что получение этого результата действительно запустило такой процесс очень активного обсуждения астрофизики компактных объектов, как двойных, так и одиночных, но в том числе двойных, которые нас сегодня в основном и интересуют. Двойные вообще очень важная система, даже если там нет компактных объектов, а может быть и нет аккреции. В визуальных двойных, ну и иногда в спектральных двойных, соответственно, мы можем определять орбитальные параметры и, что важно, определять звездные массы. То есть, если бы не двойные, то не было бы точных измерений звездных масс в течение долгого времени. В тесных двойных, вообще что такое тесные? Тесные не обязательно близкие. Тесные фактически синоним того, что система на каком-то этапе своей эволюции становится взаимодействующей. То есть, есть перенос вещества с одной звезды на другую, и это является критерием тесноты. Соответственно, пара из двух красных карликов может не считаться тесной, даже если они довольно близки друг от друга. Ну а пара из двух массивных звезд при таком же расстоянии, при такой же большой полуоси, будет считаться тесной двойной. Особый интерес представляют компактные двойные с компактными объектами. То есть, тесные двойные с компактными объектами. Они проявляют себя как источники очень разных типов, но в основном это энерговыделение, естественно, связано с аккрецией. Аккреция на компактные объекты, как мы неоднократно обсуждали, приводит к выделению очень большой энергии. В том числе и в абсолютных, и в относительных величинах. В абсолютных многое в секунду получается. В относительных большая доля, вот МС-квадрат, аккрецирующего вещества выделяется. И есть множество разных типов объектов с нейтронными звездами, белыми, карликовыми, как катаклизмические переменные, с черными дырами. Изучение эволюции двойных систем и перетекания вещества в двойных системах, наверное, началось с так называемого парадокса Алголя, который в середине XX века был, так сказать, в полный рост осознан. Алголь, как вы знаете, затменная переменная звезда. И в середине XX века с помощью спектральных измерений удалось определить параметры звезд, входящих в систему. И здесь народ ждал сюрприз. Более проэволюционировавший выглядела менее массивная звезда. Что драматическим образом противоречило уже сложившейся звездной эволюции, сложившейся теории звездной эволюции. И понадобилось некое специальное новое решение. Оно было довольно быстро найдено. Идея состояла в том, что в системе происходил перенос вещества. То есть изначально компаньон, который левый на рисунке, был более массивным. Он быстрее эволюционировал, заполнил свою полустрошу. Часть вещества значительная, часть вещества перцекла на вторую звезду. И сейчас мы видим систему вот в таком виде. То есть у нас есть проэволюционировавший, ушедший, как вы видите, по спектральному классу с главной последовательностью звезда с массой менее одной массы Солнца. И есть второй компаньон с массой более трех масс Солнца. Хотя изначально соотношение было практически обратным. Ну вот про полости рожжа мы уже сказали. Собственно, вы должны знать и помнить, что это такое. Соответственно, на данном рисунке дано такое трехмерное представление гравитационного потенциала двойной системы. Есть два положения компактных объектов. Есть несколько точек Лагранжа. Для нас важна внутренняя точка Лагранжа, или один. И про нее мы периодически будем вспоминать. Ну вот здесь показаны, собственно, все пять точек Лагранжа и показана форма полостей рожжа, которые существенно отличаются от сферической, что тоже очень важно и в том числе проявляется в наблюдении. Можно расписать потенциал двойной системы. Очень важно, что мы имеем дело с вращающимися объектами. То есть вот в последней строке в записи потенциала добавляется вот этот член с частотой. Это важная составляющая. Соответственно, это влияет на форму поверхности равного потенциала. И важным параметром двойной системы является отношение масс. То есть в неком случае системы, в неком смысле, системы такие подобные друг другу, если у них одно и то же отношение масс. И многие результаты, полученные для двойных систем, в этом смысле масштабируются на разные массы звезд, если сохраняется отношение масс. То есть вот этот параметр Q. Довольно часто параметр Q выбирают таким образом, чтобы он был меньше единицы. И, соответственно, звезду более массивную называют основным первым первичным компонентом primary, а, соответственно, менее массивную звезду второй. Но здесь существенно обращать внимание, если вы читаете статьи по этой теме, что поскольку, как в Волголе, звезды меняются ролями, в том смысле, что одна была вначале более массивной, потом более массивной стала соседка, нужно вот смотреть, что авторы предразумевают под Q. Здесь, поверьте, иногда бывает путаемец, который лучше разбираться сразу. Здесь, соответственно, просто еще раз выписан потенциал Roche, немножко в других координатах. Я, пожалуй, не буду на этом останавливаться, но существенно, что вот этот фактор сверху мы получаем, поскольку система не реализована. Итак, у нас есть две звезды, вокруг них есть такие вот несферические полости Roche. Можно ввести и часто вводят некий эффективный размер полости Roche, такой, что 4 третьих π, вот этот эффективный размер в кубе, соответствует объему полости Roche. Но можно как-то по-другому его определять, как расстояние до внутренней точки Лагранжа или еще как-то иначе. Опять-таки, здесь есть немножко разные подходы, на это тоже нужно обращивать внимание. Но для эволюции двойных важно вот что. При заданном соотношении масс, размер полости Roche, соответственно, связан с большой полостью. И для нас важно, заполнит ли звезда свою полость Roche или нет. Ну, обычно речь идет о изначально более массивной звезде, поскольку если она заполняет, то, как мы увидим, потом система может начать очень сильно эволюционировать, меняться. И, соответственно, рассмотрение нужно будет провести второй раз для второй звезды, если система доживет до того момента, когда вторая звезда тоже может начать заполнять свою полость Roche. И, соответственно, вот на правом графике, ради которого этот слайд в основном и показывается, показан максимальный размер звезды на разных стадиях в зависимости от ее массы. Соответственно, по горизонтальной оси отложена изначальная масса, то есть масса на главной последовательности. А по вертикальной оси отложен размер звезды, соответственно, на главной последовательности в начале на Zero H Main Sequence звезда находится вот на этой линии. Как вы помните, в процессе своей жизни на главной последовательности звезда немножко увеличивает свой радиус. И, вообще говоря, это довольно значительное может быть изменение. Заметьте, нижняя шкала в линейном масштабе, вертикальная шкала в грифмическом масштабе. То есть, вообще говоря, это довольно существенное изменение размера звезды за время жизни на главной последовательности. И это, например, существенно в совсем других ситуациях бывает, потому что звезда, скажем, может начать поглощать планеты, которые находятся очень близко, не за счет того, что они приливным образом подошли к звезде, а за счет того, что просто меняется радиус самой звезды. Ну и для нашего разговора это важно, поскольку система может войти в состояние, когда одна из звезд заполняет полость рожь, еще на стадии главной последовательности. Это очень важно, потому что стадия очень длинная. И если началась аккреция, когда звезда Дона находится еще на главной последовательности, то это может быть очень надолго. Ну а дальше у нас есть различные стадии. Соответственно, начинает появляться глубокая конвективная оболочка, да, то есть начинается стадия красного гиганта, заканчивается стадия красного гиганта. И, наконец, звезды могут выходить на стадию асимптотической ветви гиганта, в конце которой начинаются тепловые импульсы, то есть TPAGB, это Thermal Pulse Asymptotic Giant Branch. И, соответственно, там размер звезды становится максимальным. Более массивные звезды, чем в данном расчете, примерно 9 масс Солнца, на эту стадию не выходят. Но видно, что размер звезды становится действительно очень большим. И мы знаем, что это может быть несколько астрономических единиц. То есть даже довольно широкие системы, все-таки несколько астрономических единиц, это много, могут становиться тесными в этом смысле, могут становиться взаимодействующими. В зависимости от того, как происходит перенос вещества, насколько близки друг к другу звезды, выделяют 4 таких основных типа двойных систем, когда обе звезды еще нормальные. То есть они, может быть, ушли уже с главной последовательности, но важно, что они нормальные. То есть разделенные, полуразделенные, когда с одной звезды на другую происходит перенос вещества, вторая звезда находится глубоко внутри своей полости роши. Системы близкие к контакту. И, наконец, контактная система. Обе звезды заполняют свою полость роши. И, ну, естественно, такие системы часто должны сливаться, в конце концов. Если у нас есть компактный объект, то при заполнении второй звездой полости роши чаще всего будет образовываться аккреционный диск. Потому что каждый кусочек аккрецируемого вещества имеет большой орбитальный момент. И этот большой орбитальный момент не позволяет веществу просто по прямой или по немножечко кривой упасть на компактный объект, поскольку компактный объект очень маленький. То есть вещество создает изначально кольцо. Если мы запустим этот процесс, появится кольцо вокруг компактного объекта. Кольцо соответствует, соответственно, на этом радиусе, где существует кольцо, кеплеровский момент равен орбитальному моменту вот этой прилетевшей частицы вещества. Из-за вязких сил это кольцо будет расплываться в диск и, соответственно, возникают диски. Относительные размеры звезды донора и диска зависят от соотношения масс. В первую очередь. И это показано на этом рисунке. Соответственно, можно догадаться, что если у нас массивный донор, то чаще всего сама звезда донор будет излучать больше, чем диск. Если же, наоборот, у нас маломассивная звезда, то диск своим излучением будет забивать излучение звезды. И, соответственно, это будет проявляться в наблюдениях. Иногда наблюдаются затменные системы с диском, то есть происходит затмение нормальной звездой диска. Это позволяет в том числе и картировать диск. Но про картирование дисков мы еще поговорим. Для этого есть разные методы. Эффект близости звезд друг к другу приводит к тому, что меняется форма звезда, она становится более вытянутой. Ну и, естественно, может быть, ситуация, если звезда заполнила свою полость роши, то она имеет форму полости роши. Так эффективно. Дальше вещество быстро стекает. И это видно в кривых блесках двойной системы. Вверху показан эффект коллексаидальности. Кроме того, если второй компаньон очень горячий, что бывает, например, если идет акреция. То есть это может быть прямо компаньон, горячий белый картик. А может быть акреционный диск, тоже довольно маленький по сравнению со звездой часто, очень горячий объект. То этот второй компаньон будет прогревать часть поверхности первой звезды. Звезды может быть донора, может быть нет, зависит от ситуации, есть там пертикания, нет. И это тоже будет проявляться в кривых блесках и, соответственно, тоже наблюдается. Так вот, про картирование дисков. Есть разные способы картирования дисков. Есть картирование при затмениях и есть доплеровская томография, что как раз и показано. Если в диске есть какие-то яркие области, горячие области, они участвуют во вращении. Соответственно, с этими областями часто связаны какие-то спектральные линии. И будет наблюдаться доплеровский сдвиг этих линий в зависимости от того, в какой фазе мы видим излучающую область, излучающий буловик этот. И таким образом по анализу движения спектральных линий, движения по частоте, по длине волны, что нам больше нравится из-за эффекта доплера, можно понять распределение яркости в диске и таким образом построить карту диска. Это часто делается. Естественно, чем больше диск физически, тем проще это сделать, чаще всего. Поэтому часто это делается для белых карликов, естественно. Но есть примеры и не только для белых карликов. Соответственно, вот про не белые карлики, вот, например, система Scorpion X1 как раз. Здесь присутствует несколько эффектов, в том числе и прогрев звезды донора, переизлучение. И это позволяет восстановить геометрию систему, восстановить геометрию течения вещества, что показано красным рисунком. Ну, кому интересны детали, посмотрите соответствующий обзор. Двойные могут быть очень тесными, и это нужно объяснять. Одна из самых тесных двойных, но может быть до сих пор рекорд, это система из двух белых карликов. И один из белых карликов заполняет свою полустрой, естественно, менее массивный. Вы помните, что у белых карликов, поскольку это вырожденные объекты, обратное соотношение массы-радиус. То есть, там, соответственно, радиус пропорциональный, массив степень минус 1 на треть. Меньше масса, больше радиус, и при этом меньше размер полости роши. И поэтому менее массивный белый карлик заполняет свою полустрой, начинает перетекать на второй объект. Иногда это может в итоге привести к сверхновой типа 1А, или к аккреционно индуцированному коллапсу белого карлика. Но в данном случае, скорее всего, это не произойдет. Вы видите, там очень легкие белые карлики. Но система зато очень тесная, оборот делает за 5 минут. Я вот говорю уже дольше, чем длится год в этой системе. Соответственно, очень любят выписывать скорость больше миллиона километров в час. Ну, все как-то привыкли, в неком смысле километром в секунду, когда речь идет об астрономии. Поэтому очень пугаются, увидев больше миллиона километров в час. Эта система сейчас сближается, эволюционирует в том числе под действием гравитационных вулок. Но вообще важно понимать вот что. Соответственно, 5 минут, очень короткий период, значит, расстояние между объектами невелико. Ну, и оно меньше 100 тысяч километров сейчас. А эти белые карлики родились из нормальных звезд. И звезд, как вы понимаете, более-менее типа Солнца. Потому что если бы это были очень легкие звезды, они бы не успели просто проэволюционировать до времени жизни галактики. И, соответственно, две нормальные звезды не поместились бы в систему с размером 100 тысяч километров. То есть изначально система была гораздо более широкой. С расстоянием между звездами, какие-нибудь астрономические единицы. А потом, в процессе эволюции, система стала более компактной. И в итоге на стадии двух белых карликов дошла до десятков тысяч километров. Началось перетекание с одного белого карлика на другой. И это нужно объяснять в модельх эволюции двойных. Мы с вами немножко об этом поговорим. Ну а вообще, вопрос вот о картировании и определении параметров систем. Определяется это все по, опять-таки, анализу спектров. Есть линии, связанные с одним белым карликом, с другим. Ну, с другим, скорее, с диском вокруг белого карлика. И, соответственно, эти линии движутся в противофазе, когда один объект движется в нашу сторону, другой движется от нас, коли они образуют систему. На спектрах это очень хорошо видно. Там одни линии куда, другие линии сюда, туда-сюда. Вот они в противофазе двигаются. Линии от одного и другого объекта. И это позволяет очень точно измерять параметры системы, получить обе массы, в общем, и так далее. В том числе удается построить Доплеровскую томограмму диска. Но я не буду вникать в распределение яркости. Это довольно-таки нетривиальная штука. Заслуживает специального разговора, на который у нас сейчас просто времени. Соответственно, мы начинаем с систем, состоящих из двух нормальных звезд. Поэтому нам важна эволюция нормальных звезд для того, чтобы понять, когда при каких условиях у нас произойдет заполнение полости рожь и начнется обмен вещества. Ну вот здесь в больших деталях показан эволюционный трек, но, правда, довольно старенький уже эволюционный трек для звезды с массой 5 на Солнце. Вообще, надо подчеркнуть, что модели звездной эволюции продолжают совершенствоваться. И если смотреть на детали треков, то даже будучи опубликованными примерно в одном году для массивных звезд, вы можете найти отличия в двух работах какого-то. 2012 года плюс-минус, например. Но нас интересует очень такая общая схема сейчас. Кого интересуют некоторые подробности, можете посмотреть у меня лекцию по эволюции звезд. Существенно, что на нескольких стадиях звезда сильно увеличивает свой радиус, о чем мы говорили, и поэтому в разных системах, на разных стадиях происходит заполнение полости рожья. Естественно, на стадию заполнения полости рожья может выходить как одна звезда, так и другая, но, как правило, получат. Насколько часто вообще ситуация, что двойные взаимодействующие? Ну, вот в данном случае показано распределение для двух металличностей. Ну, давайте смотреть на красный, хотя они здесь более-менее близкие друг к другу. Красный – это близко к солнечной металличности. Величина чуть-чуть больше солнечной металличности. Значит, что мы видим? По горизонтальной оси отложен логарифм массы первичного компонента, более массивной звезды. Соответственно, сделаны некие предположения о распределении массы вторых звезд. Это всегда необходимо делать, и здесь это очень по-разному можно задавать. Есть разные аппроксимационные формулы. Что существенно значит? Ну, сделан этот выбор, и дальше зависимость только от массы звезды. Соответственно, для массивных звезд, ну, давайте, поскольку единичка, да, первая звезда, стало быть 10 масс Солнца, да, это означает, что это звезды, которые превратятся в нейтронные звезды и черные дыры. Можно даже немножко отступить, но давайте с запасами. Что мы видим? Мы видим, что 80%… Вот, туда можно забраться. 80% массивных систем порождают взаимодействующие системы. То есть вот в области невзаимодействующих находится всего 20% звезд. Соответственно, будет происходить заполнение полости Роша. Возможно, еще одна важная эволюционная стадия, так называемая общая оболочка. Она связана с тем, что при перетекании вещества с одной звезды на другую, вторая звезда может не принять весь этот поток. И тогда вещество начнет заполнять всю двойную систему и начнет улетучиваться из двойной системы. А улетучиваясь из двойной системы, вещество будет уносить орбитальный момент. Если орбитальный момент уходит из системы, значит компоненты сближаются. Система становится более тесной, и это очень важный, ну, собственно, такой главный, лучший способ делать двойные системы более компактными. Что, в частности, потом позволит делать систему, например, из двух сливающихся компактных объектов. Белых карликов, нейтроновых звезд или черных дыр. И мы видим, что больше половины массивных звезд образуют такие системы. Ну, тут, собственно, больше двух третей даже получается. И это очень важно. Это означает, что если мы стартуем с системы с массивной звездой, то с большой вероятностью, если только система не будет разрушена в результате взрыва сверхновых, про это мы еще отдельно поговорим, то с большой вероятностью у нас в конце концов будет образована очень тесная система интенсивно взаимодействующих объектов. Кое-что меняется и в судьбе компактных объектов, которые образуются в двойных системах. Соответственно, что на этом графике? Опять-таки, по горизонтальной оси масса, по вертикальной оси радиус и радиус в солнечных радиусах. Соответственно, видно, что если большая половость орбиты больше, чем примерно тысячи солнечных радиусов, то чаще всего система не взаимодействующая. И такие широкие двойные живут как одиночные звезды, да? Ну и поэтому, где белые карлики, образуются там белые карлики, где нейтронные звезды, там нейтронные звезды, ничего не меняется. Если же система взаимодействующая, это средняя часть, внешняя здесь вообще как бы ничего невозможно, звезды собьются очень быстро в такой системе. Но вот если мы посмотрим на среднюю часть, то здесь возникает принципиальная разница. И в системах могут образовываться гелевые белые карлики за время жизни, за время меньше, чем возраст нашей галактики. То есть за счет обдирания внешней оболочки у звезды можно создавать гелевые белые карлики. То есть за счет потерь массы ядро не будет дорастать, достигать такой массы, чтобы там начались термайберные реакции горения гелия. Это тоже очень важно. Если мы видим сейчас в нашей галактике или в другой галактике гелевый белый карлик, то единственный способ его сделать, это взаимодействие двойной, потому что звезды, которые одиночные звезды, успевающие проэволюционировать, тип нашего Солнца, они дают углеродно-кислородно-белые карлики. Это картинка, кстати, из замечательного обзора Паснова-Юнгельсона по эволюции двойных систем, который я еще неоднократно буду цитировать и советовать. Соответственно, как мы сказали, потеря звездой массы может проходить на разных эволюционных стадиях. Вот на этой диаграмме Перштон-Грассела красными пунктирными линиями я добавил линии равного радиуса. Соответственно, видно, что они на разных этапах пересекают эволюционные треки. Соответственно, если размер системы меньше вот этого размера, то начнется интенсивное взаимодействие. Ну вот, можно показать это более количественно. Здесь, соответственно, такие же пунктирные линии и написан орбитальный период системы и размер. Ну вот, в данном случае это звезда 5 масс Солнца, которая на синтетической ветве гигантов на самом верху становится достаточно большой. И вот видно, что последняя проведенная линия соответствует орбитальному периоду в 100 дней. Компаньон, там, по-моему, одна масса Солнца у нее. Нет, две звезды по 5 масс Солнца, прошу прощения. И, соответственно, при орбитальных периодах, ну, вплоть до года, системы в итоге могут становиться интенсивно взаимодействующими. Почему еще важно, на какой стадии произойдет обмен масс? Потому что от этого будет зависеть длительность этой стадии, количество перенесенного вещества. И мы можем выделить три основные стадии. Соответственно, случай А, В и С. Случай А – это заполнение на главной последовательности, В – до загорания гелия, и С – до загорания углерода. Показана эволюция радиуса звезды с начальной массой 5 масс Солнца. Здесь, ну, и, соответственно, горизонтально, если просто время. И, соответственно, если заполнение происходит на стадии В, то характерным масштабом времени выделяется время Кельвина Геллингольца. Это задает темп потери вещества. Он будет очень большим в данном случае. А если заполнение происходит на стадии главной последовательности, то характерный темп – это ядерная шкала времени, которая, естественным образом, всегда меньше времени Кельвина Геллингольца. И поэтому здесь темп переноса вещества будет гораздо меньше. Хорошо. Ну вот мы, значит, смогли дотащить систему каким-то образом до стадии, когда А – там есть компактный объект. Причем здесь мы не будем, как правило, говорить про белые карлики. Мы говорим про нейтронные звезды, черные дыры. Есть компактный объект. И началась аккреция. Системы делят на три основных класса, в неком смысле даже на два с половиной. Два основных класса – это маломассивные рентгеновские двойные слева и массивные рентгеновские двойные справа. Соответственно, можно догадаться, что между ними есть класс промежуточных масс. Соответственно, есть интермедиат массы X-ray binaries. В случае маломассивных рентгеновских двойных есть две основные особенности. Первое. Обязательно заполнение полустерошием. Потому что у маломассивных звезд очень слабый ветер. И за счет звездного ветра вы не сможете создать мощный темп аккреции, обеспечить большой темп перемоса массы. Это первая особенность. Второе, собственно, что сильно отличает маломассивные рентгеновские двойные от массивных. В маломассивных рентгеновских двойных – донор левче акретора. В массивных – наоборот. И это сказывается на эволюции орбиты. Но легко сообразить, что центр масс находится ближе к более массивному объекту. Поэтому, если вы откуда-то издаля кусочек вещества переносите на компактный объект, то в случае маломассивной звезды вы его перенесли ближе к центру массы. То есть уменьшили орбитальный момент, значит, чтобы момент сохранился, система должна расшириться. Звезда-донор должна отойти. В случае массивного все происходит ровно наоборот. И в случае массивных двойных аккреция очень часто идет из звездного ветра. То есть не обязательно заполнение полости рожек. Массивные звезды могут дать достаточный темп переноса вещества за счет мощного звездного ветра. И если маломассивные рентгеновские двойные важны как производители миллисекундных радиопульсаров, например, то массивные рентгеновские двойные производят двойные нейтронные звезды. Ну и, к слову сказать, черные дыры. Хорошо. Естественно, можно сказать, что в принципе массивных рентгеновских двойных вообще в галактике должно быть меньше. Но в наблюдениях за счет эффектов селекции ситуация немножко более хитрая. Ну вот начнем с массивных рентгеновских двойных. Их известно довольно много. Их известно больше сотни в нашей галактике и больше сотни в Магеллановых облаках. Магеллановые облака вообще такая прям фабрика по производству массивных рентгеновских двойных. И несмотря на то, что масса этих галактик меньше, чем масса нашей галактики, гораздо меньше, мы знаем там огромное количество массивных именно рентгеновских двойных, что связано с особенностями звезды образования, ну и немножко с металличностью. Соответственно выделяют несколько типов. Один из самых главных типов, на нем сконцентрируемся, наверное, это система с BE звездами. Буквка Е, напоминаю, говорит о том, что в спектрах этих звезд есть эмиссионные линии. Это массивные звезды. Эмиссионные линии это связано с экскреционными дисками. Звезды очень быстро вращаются и в их экваториальной плоскости происходит отток вещества. И этот отток вещества позволяет получить большой темп переноса массы. И если этот оттекающий поток попадает на компактный объект, то получаются мощные рентгеновские источники. Соответственно, многие из массивных рентгеновских двойных с нейтронными звездами дают рентгеновские пульсы, а мы видим кульсации излучения. Это очень часто происходит. Связано это с тем, что как раз темп переноса вещества часто не слишком большой. Очень большой темп переноса вещества может мешать обнаружению пульсаций. Вот яркий пример Скорпион X1. Там пульсации не видно. Кроме того, система с массивными рентгеновскими двойными, это важно, неизбежно молодые, поскольку время жизни звезды-донора короткое. 10 миллионов лет. А маломассивные рентгеновские двойные могут быть очень старыми. То есть, соответственно, в массивных рентгеновских двойных у нас и нейтронная звезда молодая. Она недавно появилась, как правило, меньше 10 миллионов лет назад. А в маломассивных рентгеновских двойных нейтронная звезда могла появиться миллиарды лет назад. Ну и там, тихонечко ждала, пока вторая звезда начнет перетекать на нее, заполнить свою клоустрошу. Или за счет сближения системы, или за счет эволюции звезды, превращения ее в гиганта. Соответственно, в случае маломассивных рентгеновских двойных можно ожидать, что у нейтронных звезд будет маленькое магнитное поле, по крайней мере, меньшее магнитное поле. Оно просто уже успело распасться за турком существенно за время эволюции. А у массивных рентгеновских двойных нет. И, соответственно, у массивных рентгеновских двойных, как правило, у нейтронных звезд наблюдаются большие периоды вращения. Большие вплоть до часов. Видите, одно из значений. Здесь 10 тысяч секунд, то есть больше пары часов, ближе к 3 часам уже. Но есть и система с относительно короткими периодами. Здесь, как вы помните, из формул по магнитно-ворачительной эволюции, это игра темпа аккреции и магнитного поля. То есть период в среднем должен быть близок к равновесному. Соответственно, у нас радиус магнитосферы должен быть порядка радиуса коротационного, близок к ним. Ну вот, системы с BE звездами, они характеризуются тем, что вокруг звезды есть вот этот экскреционный диск. Нейтронная звезда двигается часто по наклоненной электрической орбите. И, соответственно, два раза за свою орбиту может пересекать этот диск. Один раз пересекает в области большой плотности. И вот при пересечении диска здесь резко возрастает темп аккреции. Это дает всплески так называемого первого типа. Вот на левом графике хорошо видно. Горизонтально если отложено время, да, видите, это большое время. Там от сих до сих, полтора года, да. И расстояние между пиками это орбитальный период. И иногда происходят более мощные всплески, всплески второго типа. Мы сейчас о них говорить не будем. Системы промежуточных масс. Почему их мало? Мало их вот почему. В данном случае, если у вас... Да, что значит промежуточная масса, что сюда попадает? Сюда попадают системы, в которых звезда с одной стороны недостаточно массивная, чтобы кормить компактный объект за счет звездного ветра. Поэтому аккреция идет за счет заполнения полости роша. Но при этом звезда достаточно массивна, звезда дома, чтобы быть массивнее своего соседа, компактного. И поэтому при аккреции, при переносе вещества с более массивной звездой система сближается. То есть вы из окрестностей центра масс, кусочек вещества забрасываете наружу и тем самым притягиваете второй объект к себе. И система становится более компактной. И такие системы чаще всего просто сливаются. Что, собственно, и показано на графике. Здесь цвет кодирует время жизни. Точка – это начало трека, треугольник – это конец трека. По горизонтальной оси масса звезды донора. Ну вот ее называют вторичной, именно потому что она изначально вторичная. Звезда донор. Первая звезда была компактный объект. И видно, что происходит. Вот мы начали с какой-то довольно массивной звезды донора. С восьми масс Солнца. Акретор – это нейтронная звезда. Полторы массы Солнца, один и четыре массы Солнца. И система ХОПЛА мгновенно слилась. Единственная возможность. Если система достаточно широкая, вообще устроена таким образом, что вы аккрецируете, аккрецируете, и видите, вы доходите до момента, когда массы сравниваются. И вот здесь, по сути, вы систему промежуточных масс превратили в маломассивную рентгеновскую двойную. И тогда все пойдет в обратную сторону. Тогда по вертикальности орбитальный период. Орбитальный период начнет расти, система начинает расширяться. И тогда она может жить уже долго, может жить, ну, там, если повезет, в зависимости от масс, миллиарда лет. Есть интересный случай, когда система все-таки потом сольется, но по другим причинам. Почему могут сливаться системы, кроме как обмен орбитальным моментом за счет переноса вещества, мы с вами вскоре поговорим. Ну, вот есть более свежие вычисления для систем промежуточных масс, чем на предыдущем рисунке, 2002-2010 год. Здесь очень много треков было построено. Кому интересно, в деталях можно посмотреть. Люди воспроизводят свойства конкретных систем, чтобы их объяснить. В общем, эволюция таких систем довольно хорошо изучена. В настоящем моменте. Так, это я, пожалуй, пропущу. Про маломассивную рентгеновскую двойную немножко подробнее. И, соответственно, акреторами могут быть нейтронные звезды, белые карлики или черные дыры. Возникают разные типы систем. Типы здесь написаны некоторые. Рентгеновские пульсары, рентгеновские новые. Просто новые, если на белые карлики течет. Ну и так дальше. Много всяких интересных типов. В зависимости от режима акреции, массы звезды-донора, магнитного поля и каких-то других величин. Соответственно, если мы говорим о системах с нейтронными звездами или черными дырами, то их известно довольно много. В нашей галактике и в ближайших спутниках малые сотни таких систем наблюдаются как объекты разных типов. Есть каталог, который, по-моему, даже периодически пополняется. Вот пример одной из систем. Он в таком масштабе нарисован. Видно между объектами очень небольшое расстояние. Здесь домром вообще является белый карлик. Белый карлик перетекает на нейтронную звезду. Иногда реализуется такой режим. Довольно неожиданно. Очень часто взаимодействие белых карликов и нейтронных звезд приводит к разрушению белого карлика, к быстрому слиянию. Но при некоторых параметрах система может очень долго жить. И это интересно, потому что это один из способов очень сильно увеличить массу нейтронной звезды, потому что белый карлик, она съест потом совсем. Здесь происходит такая саморегуляция. То есть, с одной стороны, донор менее массивный, система расширяется. Белый карлик отходит от нейтронной звезды. С другой стороны, чем меньше масса белого карлика, тем больше у него размер. Поэтому белый карлик отошел, но он раздулся по мере потери массы. И поэтому перетекание может продолжаться. Довольно такой интересный режим. В частности, возможны феномены рентгеновских барстеров в таких системах. Эволюция маломассивных звезд очень богатая. Есть очень много разных каналов, очень много конечных продуктов, каких-то интересных объектов. Возможно, всякая интересная смена ролей. Возможно, например, двойные, где изначально более массивная звезда дает белый карлик, а менее массивный компаньон, который в процессе эволюции набирает многое вещество, дает нейтронную звезду. То есть, есть системы, где белый карлик старше нейтронной звезды. В общем, возможно, очень много всяких вариантов. И, опять-таки, про это можно не то, что отдельные лекции, отдельные курсы, наверное, читать. Но вот здесь чуть-чуть так более компактно показаны примеры эволюции, в частности, приводящие к сверхновому типу 1А. Вот видно, что даже сверхновый 1А мы можем получать в очень разных каналах. А справа показана эволюция более массивной пары звезд, где, соответственно, происходит сверхновое, уже связанное с коллапсом ядра. И здесь тоже возможны разные варианты. Ну вот, например, система дошла до стадии с общей оболочкой, о которой мы говорили. И в этот момент орбиты становятся гораздо более тесные. Один из вариантов — это образование объекта торн-жидков, о котором мы говорили в прошлый раз. И, соответственно, образуется одиночный объект, и в итоге становится одиночной нейтронной звездой. О, черной дырой, извините. А другой вариант — это образование очень компактной пары. И если она переживет второй взрыв, то, соответственно, образуется, например, пара нейтронных звезд, которые затем сливаются за счет спускания гравитационных волн и дают короткий гаммов всплеск, гравитационно-волновой всплеск, келоногую, ну, в общем, всякие интересные проявления, которые теперь все наблюдаются. Вот такие красивые картинки. Начал рисовать Вантон Чорвилл в 1972 году, то есть уже, в общем, почти полвека назад. Здесь вот хорошо видна смена ролей. Соответственно, второе компонентное значение, изначально бывшее менее массивным, становится более массивным. И вот эта революционная картинка доведена до образования рентгеновских пульсаров. То есть эти исследования были существенно инспирированы уже результатами со спутника Ухуру, который прямо открыл для нас мир рентгеновских двойных. И возникла необходимость их объяснять. В эволюции двойных много нерешенных проблем. Одной из самых сложных является стадия с общей оболочкой. Эта стадия сложная, потому что связана со сложной гидродинамикой. И в последние годы существует много групп, которые заняты таким прямым трехмерным моделированием стадий с общей оболочкой. Там достигнут большой прогресс довольно, но проблема немножко в том, что, естественно, ну даже если мы верим, что модели такие точно адекватные, они посчитаны для конкретных конфигураций. И обобщить это таким каким-то единым надежным способом на весь диапазон параметров двойных систем не удается. А стадия такая очень быстрая, очень важная, то есть вопрос там сольются, не сольются звезды, на каком расстоянии они остановятся, если не сольются. И небольшое отличие в результатах, ну там, допустим, система не сливается, становится более тесной. Это такой качественный результат. А вот количественный, насколько она сблизится, он очень важен для дальнейшей эволюции системы. И здесь довольно много неопределенностей. И поэтому стадия, повторюсь, до сих пор является очень плохо изучена. Чуть лучше изучены приливные эффекты. Приливные эффекты в двойных системах приводят к двум основным результатам. Первое — это циркуляризация орбит. Например, после вспышки сверхновой, если система выжила, орбиты чаще всего становятся вытянутыми. Во-первых, потому что произошла потеря массы. Во-вторых, потому что нейтронная звезда или черная дра могла получить кик. И то, и другое приводят к появлению заметного эксцентриситета. Но приливное взаимодействие со вторым компаньоном приводит к циркуляризации орбиты. Видно, что, в принципе, это может происходить довольно быстро. В этой формуле период в днях, ну, соответственно, при периоде вплоть до десятков дней, это успевает произойти за время жизни Вселенной. Соответственно, если компаньон маломассивный, то часто орбиты успевают циркуляризоваться. Вторая вещь – это синхронизация вращения. Соответственно, здесь, ну, не смотрите вот на то, что здесь шестой, здесь четвертой. Скорее, смотрите на то, что здесь четвертая степень, а здесь степень шестнадцать третей. И поэтому циркуляризация обычно происходит быстрее синхронизацией. Но, опять-таки, важна еще в зависимости от соотношения масс. Довольно часто происходит полная синхронизация, ну, или хотя бы синхронизация одного компаньона, его собственного вращения с орбитальным, что тоже важно для некоторых наблюдательных проявлений. Ну, в первую очередь, в голову, правда, приходит система с белыми карликами. Соответственно, обмен масс. Если обмен масс происходит без потери вещества и системы, это называют консервативным переносом массы, консервативным обменом. То есть, сохраняется полная масса систем. В этом случае все просто. У нас происходит обмен массой, и, соответственно, орбиты становятся шире или меньше, в зависимости от того, с более массивным или с более легким компаньоном переносилась масса. И все довольно легко посчитать. Тут большой проблемы не возникают. Гораздо все сложнее с неконсервативным обменом. Особенно, если это не какой-то разовый процесс, там вспышка сверхновых. Это резкая, быстрая потеря массы, быстрая по сравнению с орбитальным временем. А некий длящийся процесс. Звездный ветер, стадия с общей оболочкой. Звездные ветра могут быть просто. Звездные ветра могут быть магнитные звездные ветра, о которых мы еще поговорим. Все это приводит к неконсервативной эволюции. Сюда же формально можно отнести взаимодействие с какими-то третьими лицами, третьими звездами. Близкие пролеты звезд, может быть, перезарядка, захват компаньонов. Все это тоже можно рассматривать как подвиды неконсервативной эволюции. Но вот в шаровых скоплениях очень часто происходит обмен компаньонами, перезарядка так называемая. И это приводит к появлению большого количества компактных маломассивных систем. В шаровых скоплениях содержится очень небольшая доля звездной массы нашей галактики. Но если посмотреть на статистику маломассивных рентгеновских двойных, то окажется, что колоссально, непропорционально колоссальное количество рентгеновских двойных этого типа находятся в шаровых скоплениях. А многие из тех, что мы обнаруживаем в диске галактики, на самом деле или имеют происхождение в разрушившихся шаровых скоплениях, или были в результате взаимодействия выкинуты из скоплений. Так что вот такой способ, захват компаньонов, это очень эффективный механизм образования маломассивных рентгеновских двойных. Мы прям видим, как он работает. Ну и есть шаровые скопления с огромным количеством рентгеновских двойных. Идеальный пример это скопление 47 тукана, где есть огромное количество маломассивных рентгеновских двойных, ну и миллисекундных радиопульсаров, которые из них происходят. Потеря вещества за счет ветра. Если у нас просто ветер, например, у нас есть массивная звезда, да, и из нее течет мощный звездный ветер, изотропный звездный ветер, то тут более-менее все просто. Довольно легко можно посчитать, как эволюционирует орбита. Темп потери массы относительно мал, то есть это такое маленькое возмущение. Мы можем вести характерное время потери массы, да, то есть просто массу звезды разделить на m с точкой. И это время будет гораздо больше орбитального периода, в этом смысле это медленная потеря массы. Формулы довольно легко считаются, орбиты, естественно, становятся шире у вас, просто уменьшается масса. Вот, собственно, и все. В случае сверхновых тоже довольно легко все считается, если не считать кик. Ну, с киком тоже все довольно легко считается, если вы задали модель. Дальше формулы будут простыми. Если кика нет, то нужно потерять больше половины полной массы системы, для того, чтобы она разрушилась. С киком бывает и так, и так. Но в среднем, поскольку скорость отдачи у нейтронной звезды при кике типично больше орбитальной скорости, то в среднем системы разрушаются. Хотя, возможно, уникальные случаи, когда у вас очень сильный кик, который был дан против орбитальной скорости, и система как раз должна была бы разрушиться из-за потери массы, но именно кик ее сохранил. То есть такое тоже может происходить. Взрывы сверхновых вообще очень разрушительны для двойных систем. И вот относительно недавно... То есть вообще этот вопрос постоянно изучался. И сама величина, доля выживших, например, двойных систем после взрывов сверхновых, она неоднократно публиковалась. Но фактически всеми группами и даже подгруппами групп, которые занимаются таким популяционным синтезом. Если вы гоняете популяционный синтез двойных систем, это у вас всегда естественный байпрод в ваших глобальных расчетах, доля выживших звезд. И иногда вам нужно, это не нужно. Но иногда вы упоминаете, даже если не нужно. Просто вот еще один результат. Но, соответственно, полтора года назад довольно детально новое исследование было проведено. Коды совершенствуются. И я, пожалуй, поэтому вот отсюда озвучу числа. Соответственно, здесь люди делали следующее. То есть гонялся код, и результаты расчетов сравнивали с некоторыми данными наблюдениями. Данные наблюдения вот какие? У нас есть остатки сверхновых. И, во-первых, мы просто можем искать двойные системы остатков сверхновых. А во-вторых, есть остатки сверхновых с нейтронными звездами внутри. Это могут быть радиопульсары, это могут быть центральные компактные объекты. Значит, сюда все подходит. И вы можете посмотреть, есть ли у этих нейтронных звезд компаньон. То есть вы получаете, ну пусть на маленькой статистике, но такой очень красивый результат. Вы можете из теоретических предположений, из других данных путем использования моделей, в том числе популяционных расчетов, посмотреть ожидаемую долю двойных перед взрывом сверхновой. Ну а дальше из наблюдений взять статистику выживших. И, соответственно, вот проанализировав, то есть не очень большую выборку, ну люди получили такие результаты. Там есть естественный интервал часто, вот для вот каких-то таких оценок. Я даю только центральное значение этого интервала, плюс-минусы обсуждать не буду, они большие, потому что статистика маленькая. Значит, в 23 исследованных системах есть 3 массивные рентгеновские двойные. Но в массивных рентгеновских двойных поставок сверхновых не найдено пока ни одно. Соответственно, есть 20 нейтронных звезд сверхновых без компаньона и есть 3 массивных рентгеновских двойных. Но это позволяет дать некие статистические оценки. Соответственно, доля невзаимодействующих двойных выживших после вспышки сверхновой меньше, чем примерно 1 десятая. Соответственно, взаимодействующих двойных порядка 8% в статистике вот из этих 3, 2 с нейтронными звездами, 1 с черной герой. И, соответственно, вот эти оценки для выживших систем, да, какая-то доля, значительная доля, половина почти, что сверхновых с коллапсом ядра происходит у одиночных объектов по той или иной причине. То есть, одиночный объект, это не обязательно одиночная родившаяся звезда, система двойная, которая могла слиться до взрыва, и взрыв будет у одиночной звезды. Или была двойная система, первая звезда взорвалась, система разрушилась, и вторая звезда потом взрывается как сверхновая, это тоже взрыв одиночный. Поэтому доля сверхновых с коллапсом ядра вне двойных систем действительно около половины. Хотя, как вы хорошо знаете, примерно 90% массивных звезд входит изначально на момент рождения двойной системы. Так вот, соответственно, в целом 5% взрывов сверхновых вообще с коллапсом ядра приводит к образованию выживших двойных. Прошу прощения за опечатку, странную двойную опечатку в этом следу. Хорошо. Значит, дальше продолжаем про потерю массы. У нас сверхновые, напомню, были в ряду потери масс нормальный звездный ветер, сверхновые. У маломассивных звезд есть так называемый магнитный звездный ветер. Это очень эффективный способ уноса момента, потому что маломассивные звезды часто имеют большие конвективные оболочки, поэтому большое магнитное поле. И частица, улетая, она не от поверхности звезды отрывается, она долго движется вдоль силовой линии, которое связано с волей, связано со звездой. И поэтому момент уносится с очень большого расстояния, у вас действует большой рычаг. В частности, так уносится и орбитальный момент, довольно большой, и магнитный звездный ветер в маломассивных системах. Это очень эффективный механизм сближения компонент двойных. А когда компаньоны уже сильно сблизились, на малых расстояниях начинает работать еще один механизм, это гравитационное излучение. Гравитационное излучение работает не только для суперкомпактных объектов типа черных дек, оно работает и для обычных звезд. Ну, то есть, конечно, скажем, в системе двух белых карликов это работает лучше, чем в системе двух красных карликов. Ну и в системе двух красных карликов это может быть эффективным механизмом. И вот на этом графике это очень характерно показано. Соответственно, темп потери за счет магнитного звездного ветра, да, magnetic stellar wind, обратно пропорционален большой полуоси. А темп потери за счет графу обратно пропорционален четвертой степени большой полуоси. Поэтому, если мы начинаем с больших орбитальных периодов, ну больших, это может быть там 20 дней, не бог есть какой большой орбитальный период, у нас есть две звезды, скажем, не знаю, белый карлик и красный карлик, например. И такая система вначале будет интенсивно сближаться за счет магнитного звездного ветра, а потом при достижении некоторого короткого, ну вполне астрофизически реализуемого периода, начнет работать в основном потеря орбитального момента за счет спускания гравитационных лов. Хорошо. В эволюции двойных систем, как мы говорили, есть много всяких неопределенностей, ну вот здесь они перечислены, конвективная оболочка одна из них. Но вообще говоря, даже в звездной эволюции, о чем мы упоминали, есть некоторые неопределенности, и все эти неопределенности влияют на расчеты двойных систем, расчеты эволюции двойных систем. Сюда же добавляются всякие неопределенности, связанные с киком, ну и вот все, что мы говорили, включая какие-то, ну казалось бы, детали, синхронное обращение, несинхронное, как у нас распределена плотность, все это влияет на эксцентриситет, все это влияет на форму полостей роша. Многие расчеты на самом деле базируются на записи формализации потенциала для системы с двумя точечными массами на круговой обитии, например. Она применяется, потом в эволюционном синтезе кофсина, такое тоже бывает, это можно, в общем, включать в разряд неопределенности, потому что как только эта ваша материальная точка начинает обрастать плазмой, начинает обрастать эстрофизическим мясом, у вас появляется выбор. С какой скоростью вращается звезда, как у нее устроен профиль плотности, все это будет важно, все это будет влиять. Но, тем не менее, эволюционные расчеты двойных систем, это, повторюсь, довольно такой продвинутый область исследований. И существует много групп, которые успешно снимаются этими расчетами, существует много кодов, в которых реализована эволюция двойных. Эволюция двойных важна как для расчета отдельных треков, так и для популяционного синтеза, и, соответственно, опять-таки, есть программы для того и для другого разной степени детализации, созданной с разными, собственно, астрофизическими задачами. Ну, вот у нас в институте, начиная с середины 80-х годов, с двух работ Корнилова-Липунова, развивалась программа машин-сценариев, важной особенностью которой был детальный учет эволюции нейтронных звезд, что позволило, в первую очередь, в 90-е годы сделать некоторые важные предсказания, в том числе для гравитационно-волновых детекторов, которые, по большому счету, были подтверждены. Ну, вот здесь один из треков, который, наверное, я показывал в лекции о популяционном синтезе, когда мы стартуем с системы, где одна из звезд достаточно массивная, она становится звездой Вольфа-Рая, система выживает после взрыва сверхнового, у нас возникает нейтронная звезда, вторая звезда эволюционирует, покидает главные последовательности, заполняет полость роша, и данная система в данном треке двойная сливается, на стадии с общей оболочкой образуется объект торножидков, и в итоге все сливается в черную дыру. Существенно, что на сайте нашего отдела есть такой веб-интерфейс для простеньких расчетов индивидуальных проектов. Они там не сильно детализованы, но общую ситуацию можно уловить, и, в частности, можно рисовать такие красивые картинки. Рентгеновские двойные являются мощными источниками, они могут светить на эдингтоновской светимости и даже выше. И поэтому они довольно хорошо видны и в других галактиках. Ну а если галактика не разрешается на отдельные источники, то галактика без активного ядра очень часто видна как рентгеновский источник благодаря суммарному излучению всех двойных систем в ней. И массивных, и маломассивных. В зависимости от типа галактики они могут вносить немножко разный вклад. Но маломассивные, как правило, будут давать больше, как в среднем, если мы возьмем галактику какую-нибудь. Вот. Соответственно, на этих графиках показаны тут расчеты. Использовался один из кодов, код BSE. Ну вот я в лекции о звездной эволюции рассказывал, что есть такой код SSE, Single Star Revolution. Очень известный код, Харли с компанией. В 2000 году вышла статья. Статья и код интересны тем. Это такой, ну, как сказать, простенький, понятный фартрановский код. Использованы аналитические аппроксимации для звездной эволюции. И SSE просто очень легко инсталируется, ставится, и можно гонять эволюционные треки для звезд разных масс, разных металличностей. Они немножко упрощенно, они в точности уступают, безусловно, уступают низе, уступают прямым детальным расчетам звездной эволюции, какой-нибудь там, Пудуанской, Женевской группы. Но, тем не менее, это такое хорошее подспорье. И в случае, если вы хотите понять, что происходит, на каких стадиях, и в случае, если вам нужна довольно простая картина звездной эволюции для каких-то своих целей, нужно получить эволюционный трек для звезды с массой 17,5 масс Солнца и металличностью 11 тысячных. Никто не считал никогда точно такой трек. Вы или можете долго осваивать Мезу, например, или вы можете довольно быстро поставить этот код, посчитать. Но вот есть более продвинутая версия этого кода, BSE, Binary Style Revolution. И вот именно она тут использовалась. Соответственно, посчитана рентгеновская светимость галактик за счет источников разных типов. И, соответственно, нарисована логин, логел, зависимость для разных систем. Вот можно прямо на левый график посмотреть. И черная верхняя линия – это полная. А дальше по типам. Массивные эрнегеновские двойные и маломассивные. Ну, вот видно, что на конце с высокой светимостью у нас доминируют массивные эрнегеновские двойные. А при светимостях чуть ниже 10,39 начинают доминировать маломассивные эрнегеновские двойные. Но поскольку график по обеимася, на самом деле, логарифмический, то очень часто маломассивные эрнегеновские двойные дают больше в интегральный вклад. Там сильно зависит от истории звездообразования, металличности, естественно. Ну, а дальше можно для массивных и маломассивных эрнегеновских двойных тоже все это разбить по типам. Акреции на черные дыры, акреции на нейтронные звезды. И можно сравнивать это с данными наблюдений и вообще предсказывать эволюцию эрнегеновской светимости галактик за счет двойных систем, в зависимости от красного смещения, просто задав функцию звездной эволюции, задав темп рождения звезд. И, соответственно, это показано вот на соответствующем графике. Здесь по вертикальной оси показана светимость рентгеновская в расчете на массу Солнца. Поэтому величина маленькая, как бы, но чтобы получить светимость галактики, нужно, соответственно, умножить на звездную массу галактики, и тогда вы получите величины типа 10 в 41-й, 10 в 40-й рак в секунду. Вы помните, что светимость активного ядра, ну, такого хорошего мощного, 10 в 43-й рак в секунду, но вот если активного ядра нет, или она дофлинг, как у нашей галактики, то тогда рентгеновская светимость будет обусловлена в первую очередь именно рентгеновскими двойными. Там не излучением газа, не излучением маломассивных звезд, которых много, которые дают какой-то рентген, а будет обеспечена именно рентгеновскими двойными. Иногда для относительно близких галактик, в пределах десятков мегапарсек, с помощью Чандры галактику можно прям рассыпать на множество отдельных точечных источников, с ними работать. Точечные источники, это, естественно, не всегда рентгеновские двойные. Это могут быть остатки сверхновых, например, компактные, молодые. И это, кстати, иногда может быть несколько сразу рентгеновских двойных. Это очевидным образом происходит в шаровых скоплениях на расстоянии 20-30 мегапарсек. Но это также происходит в плотных звездных скоплениях. Скажем, ОБ-ассоциация с расстоянием 30 мегапарсек, Чандры не разрешается на источники. А в ОБ-ассоциации может появиться несколько массивных рентгеновских двойных. И, соответственно, тогда это будет тоже один мощный, с нашей точки зрения, источник. Но детальный анализ может показать, что это контоминация, сложение нескольких источников. Но вот очень красивый случай. Здесь два зума показаны. То есть прямоугольник от зума на суда и внутренний прямоугольник от суда, от зума на суда. Это рентгеновское изображение. С новой Чандры, естественно. Обсерватория с не лучшим рентгеновским излучением на настоящее время. Ну и вообще там не очень скоро что-то такое появится в стандартном рентгеновском диапазоне. И видно, на какое огромное количество источников можно галактику разрешить. Соответственно, можно строить функцию светимости для галактик отдельных, сравнивать это с данными наблюдений. Довольно существенный момент смена наклона. Но я, наверное, вот на этом графике лучше это покажу. Значит, на левой картинке показана функция светимости рентгенских двойных в галактиках. Вот результат здесь получен путем сложения данных по нескольким галактикам. То есть не результат моделирования, а результат сложения. Тут показаны отдельные... Ну, тут тоже проявлено суммирование. Спиральные галактики, электрические галактики. Показаны отдельные примеры. Дальше просто потом отнормированы. Ну, чтобы получить гладкую линию, нужно сложить много данных. На левом рисунке внизу показаны данные по нашей галактике, например. Вот туда начинается линия. Соответственно, здесь линия зашумленная. Ну, вот если вы сложите десяток млечных путей, то все эти фруктуации усреднятся. И происходит такой вот слом, который, например, можно связывать с тем, что у вас начинается акреция на черный дыр. То есть вы доходите до диктоновского предела для нейтронных звезд, диктоновский предел для солнечной массы, там, примерно полтора на 1038, да, или не им по массе. То есть нажать, там, двоечка, скажем, чуть больше, может, коэффициент на 1038, вот это примерно тут и есть. А дальше у вас начинается система с черными дырами, которая может иметь большую светильность. Но это вообще очень интересный вопрос. про систему с черными дырами у нас будет целая отдельная большая лекция. А эту, стало быть, мы завершаем. Есть довольно много обзоров по самым разным темам, связанных с рентгеновскими двойными. Но, соответственно, очень хорошим, повторюсь, остается обзор по основу Юнгельсона. Он большой, но можно посмотреть, грубо говоря, посмотреть введения, а потом посмотреть отдельные разделы. которые для вас представляют наибольший интерес, связанный с эволюцией двойных систем. Там рассмотрены двойные системы и с белыми карликами, и с нейтронными звездами, и с черными дырами на разных стадиях, вплоть до слияния черных дыр и начиная от еще систем, которые только подходят к образованию компактных объектов. На этом все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok